Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я буду рассказывать, как формировать томат спиридон. И я напомню вам, что про спиридон я снимала уже одно видео небольшое, но там мы формировали спиридона именно для получения раннего урожая. Вот он он. То есть мы обрезали вот эти лишние кисточки. Видите, уже и на последних он завязался. А сейчас я буду говорить просто о формировании томата. Вот не специально для получения раннего урожая, а просто. Вот растет спиридон, посадили вы первый раз, выращиваете. Как его формировать? Вот он весь в этих яблочках, что с ним делать? Сначала несколько слов общих. Если про клушу я говорила, что она не скороспелая, просто средне-ранняя, она будет пораньше, то спиридон у нас все-таки относится к скороспелым. И где-то он указывается просто скороспелый, где-то он указывается ультраскороспелый, но все равно это скороспелый томат. И вот по увеличению вот этих плодов видно, что он все-таки побыстрее остальных других. Тут вот рядом госпожа Удача тоже в яблочках, но у нее только маленькие яблочки, а у спиридона уже есть и большие. Потом, этот сорт считается уникальным по холодостойкости. У меня вот на улице он высажен вдоль теплиц, там правда кустик поменьше у него, но он такой как скукоженный, но он тоже цветет и он тоже весь завязался и в плодах. Я потом вам выйду, покажу там прям 2 секунды, включу камеру ненадолго. Конечно, в теплице ему в данный момент лучше, но все-таки это томат для открытого грунта. И я боюсь, вот хорошо я рано высадила, пока здесь еще так хорошо прохладненько, а в прошлом году те скороспелки, которые я высадила попозже, они здесь у меня не прижились, потому что томаты для открытого грунта в теплице, когда жара, когда очень высокая температура, у них начинают мельчать плоды и получились вот красные вишенки такие. Все-таки они должны хотя бы 100-150 грамм быть, а они у меня не стали. Так, ну еще что сказать. Этот томат, конечно, низкорослый, он видно, видите, он прям почти от земли, вот буквально 10 сантиметров начинается уже завязь плодов. И вот если посмотреть туда, вглубь, о, сейчас подождите, видите, они прям низко-низко-низко, томаты начинают завязываться, и он весь-весь-весь вот в этих плодах. Ну, исходя из этого, из огромного количества вот этих завязей, видно, что он не будет, конечно, крупноплодным, если его столько много, их на таком маленьком кустике. Конечно, он мелкоплодный, 100-граммовый. Но поверьте, когда он вызрит в ранние сроки, например, в июне, и будет первый, уйдет на ура и 100-граммовый спиридон. Ясно, что самые первые плоды, они никогда не бывают крупноплодными и мясистами, они по вкусу немного уступают, но все это окупается тем, что они очень рано, они очень быстро, так, еще что сказать, штамбовый, не требует пасынкования, не требует подвязки. То есть, если вы высадите его в открытый грунт, вот здесь теплица, конечно, я буду сейчас немножко удалять лишнее, это опять же для проветривания, это золотое правило теплицы, любые сорта, которые у меня здесь попадают, подвергаются жесточайшему удалению нижних и листьев, и лишних пасынков, чтобы не было фитофторы. А в открытом грунте вы можете поступить с ним хоть как. Есть время, например, удалять нижние листья и пасынковать, пожалуйста, занимайтесь этим. Нет времени, можно оставить все-все-все на нем. Сейчас я покажу, какой не пасынкованный, но не сформированный и какой он сформированный. Потом он относится к толстоногим. Вот как раз именно те, за которыми люди гоняются, у которых на пачках ничего не написано, что они толстоногие, что они не вытягиваются в рассаде, но он именно такой, этот толстоногий, то есть рассада его можно посеять пораньше, она качество не теряет, он растет, толстеет и все. Дальше что еще? Устойчив к заморозкам, но это вот я уже говорила, такая уникальная холодостойкость, и тоже так же, как Клуша и как Демидов, он позволяет выращивать себя загущенно. Вот сейчас отодвину подальше, вы видите, что у меня вот эти вот четыре, вот они, видите, четыре спиридона, на улице у меня их много, а здесь вот всего четыре пробные. Они высажены очень густо, они, во-первых, по два вместе, будут к одному колушку, тут два и тут два. Они и так лохматенькие, да я их еще рядом соединила, и это не влияет на качество, на качество их жизни, на качество плодов. Они позволяют выращивать себя загущенно, то есть на один метр можно посадить пять-шесть кустиков, и они будут прекрасно расти. Теперь начнем про формирование. Вот смотрите, вот этого спиридона первого, я во время первого видео, я убрала листики, убрала лишние пасынки, и до первой цветочной кисти, вот здесь вот, где он раздваивался, у меня здесь ничего нет. Вот по-хорошему бы, так, конечно, все делать в теплице, которые высажены томаты, но я так и делаю, вот этот пасынок почему-то не успела. И в теплице, например, я не буду рисковать и оставлять лишние пасынки, но опять же, мы теряем урожай. Вот смотрите, вот этот пасынок вроде маленький, его бы выщипнуть, и он уже с кисточками. Тут смотрите на свое усмотрение. Если вы хотите получить много-много, весь обсыпной он будет, тогда ничего не удаляйте. Вот внизу два листика удалите, которые на земле соприкасаются с землей или что. Ну, это тот же самый универсальный сорт, как и демидов, про которые я говорила, что все дается на откуп хозяина. Есть время, удаляйте, можно удалить и пасынки, можно его оставить, например, вот как этого спиридона. Вот это у меня обрезанный спиридон, он не будет весь усыпан плодами, потому что я изначально удалила лишние кисти, оставила 4, но с намеком, что еще одну можно удалить, оставить 3 для укропнения. И видите, уже результаты видно вот на этом спиридоне, где меньше кистей оставлено, вот такой уже величины плод, а на этом еще вот такие, а там, где вообще ничего не удалено, видите, какие мелочи висит? Мелкие, мелкие, мелкие. Их будет много, они будут чуть мельче, но это наше право выбирать. Хотите меньше, хотите крупнее, оставляйте меньше кистей. Хотите, пусть растет как хочет, но тогда будут маленькие плоды. Я еще раз хочу подчеркнуть, что для чего мы делаем формирование вот этих кустиков. Оно очень влияет и на размер плодов, и на срок созревания, то есть сколько пройдет дней от того, как завязался плод, до того, как мы его сможем сорвать. Ясно дело, что если вот тут будут 3 кисти, они и созреют, сформируются раньше, и будут чуть-чуть покрупнее. Но кому-то, например, это не важно. Если времени нет, и вам все равно, какой размер плодов, пусть они будут по 50, по 70 грамм, но их будет много, тогда подойдет вот такой вариант. Вот девственный спиридон, не тронутый, не члей рукой, вообще ничего не обрезано, ничего не удалено. Тут даже нижние листья, я вот еще не ходила по нему. Видите, он весь-весь в маленьких плодиках. И такой вариант тоже возможен. Главное, вы должны понять, что все зависит от вашего желания, но формирование и прищипка это один из главных вот таких рычагов, которыми мы можем воздействовать на растения. То есть мы заставим их или пораньше созреть, заставим их или плоды укрупнить, или наоборот, оставим их на самотек, они будут чуть попозже, чуть помельче, но урожай будет оглушительный, он будет весь усыпан плодами. Все, до свидания. Я надеюсь, поняла, что, я надеюсь, донесла до вас, что со спиридоном можно поступать хоть как, он и так, и так даст вам урожай, просто будет разный размер и разные сроки созревания. Все, это был наш спиридон. У меня вот тут как раз стоит для образца и обрезанный, и не обрезанный, на котором много кистей. Примерно через месяц посмотрим, какие размеры будут, какие сроки созревания будут. А вот так выглядит спиридон на улице, который перенес всех холода, и так как он для открытого грунта, он, конечно, здесь маленький, уже у него нет таких толстых жирных листьев, но все равно он весь в завязях, видите, он в такую холодную погоду, у него жизнь продолжается, он и цветет, и завязывает плоды, и на каждом, на каждом кустике висят вот эти маленькие-маленькие, как я их называю, яблочки, завязи, помидорки, или как их назвать, помного кистей, вот раз, два, три, четыре, пять кистей уже на нем, и почти все кисти уже завязавшиеся. Так что спиридон, он и на улице, и в теплице быстрее всех, потому что все-таки он считается ультраскороспелым.